У вас когда-либо было такое, что вы всего минуту поговорили с человеком и сразу поняли, что вы с ним не поладите? Что так у вас сказал этот человек? Новичок на работе. На первом же перерыве на кофе он начал жаловаться на свою бывшую, которая добилась полной опеки над детьми по какой-то причине, которую он не назвал, и сказал, что хочет перерезать ей горло ржавым ножом. Рад знакомству, думаю, я больше не пойду пить кофе с тобой. У нас на работе появился новый парень, на первом же перерыве мы вышли покурить. Хочу отметить, что я прежде ни разу не встречался с этим чуваком и не разговаривал с ним. Он подошел, зажег сигарету и сказал, знаешь, мне кажется, что моя сильная арахнофобия трансформировалась в арахнофилию. Я смотрел много хентай с пауками и гонял лысого. Затем он начал описывать свою новую подушку вайфу, которую он купил. Ее имя и его планы жениться на ней. Я потерял дар речи. Один тихий паренек в нашей школе сел рядом со мной и рассказал, как ему было тяжело, когда он срал, и сколько раз он эякулировал таким образом. Я больше ни разу не сидел рядом с ним. Буквально прошлым вечером я был на местном соревновании по бильярду и подошел познакомиться со своим соперником во втором туре. Мы пожали друг другу руки, и первые же его слова в мой адрес были такие. Чертовски слабое рукопожатие, бро. Вслед за этим он произнес, надеюсь, ты понимаешь шутки, братан. Затем он обосрал все аспекты моей игры. Хуже всего было то, что он отлично играл в бильярд. Видимо, у него просто был такой неприятный характер. Некоторые из его соперников гораздо хуже восприняли его шутки, чем я. Самым приятным моментом вечера стало, когда ведущий соревнования крикнул ему в лицо «Все в зале ненавидят тебя!», после чего раздались аплодисменты. Кажется, он даже не понял причину. Я же просто шучу, бро! Эта девушка пришла на небольшую вечеринку. Человек, который пригласил ее, сказал всем остальным гостям, что принимает ставки на то, что никто не сможет общаться с ней дольше 30 минут. 10 баксов с человека, победитель забирает банк. Я подумала, что это просто глупая шутка, и он планирует рассказать ей о планах ее друзей, как только она придет. Она пришла, посмотрела на меня, фыркнула и спросила, моя ли серая машина стоит снаружи. Я ответила, что моя. Она сказала, что за те деньги, которые я отдала за нее, я могла бы купить себе машину и получше. Окей, ну и ладно. Я пошла за напитком и начала наблюдать за толпой, которая собралась вокруг нее. На тот момент она мне уже не нравилась, но позже она начала всем рассказывать, что никогда не смогла бы встречаться с человеком, у которого плохая кредитная история. Или с тем, кто не может выплачивать автокредит после покупки машин. Один человек, который решил выйти из пари, спросил, есть ли у кого-нибудь сигарета. Она открыла свою сумочку и показала всем новую пачку сигарет. Затем сказала всем, что она не курит и что все люди, которые стреляют сигареты, либо нищеброды, либо не умеют планировать все наперед. Парень попросил дать ему одну сигарету, она отказала ему и убрала пачку обратно в сумочку. Она рассказывала о машинах, которые она купила. Хотя на самом деле ее родители брали кредит на свое имя и выплачивали его, а она вернула им пару тысяч. Она была чокнутой и говорила, не затыкаясь. Она не понравилась мне, но в то же время я была просто заворожена тем, что она такая странная. Меня бесит, что наша начальница телка. Худшие руководители бабы. Обеденный перерыв в его первый рабочий день. На мероприятии по бизнес-знакомствам я спросил у одного мужчины, с какой целью он пришел. Я мануальный терапевт, но хочу сменить род деятельности. Почему же? Из-за всех этих обвинений в домогательствах. В соседнем штате меня обвинили трое. Много лет назад я и мой тогдашний муж пошли в кино с его коллегой, который был старше нас. До начала сеанса мы поужинали в каком-то сетевом ресторане или стейкхаусе. Всем сотрудникам было лет 20 с небольшим. Я тогда впервые встретилась с этим мужчиной, но уже через несколько минут после того, как мы сели за стол и начали изучать меню, он самодовольно сообщил нам, что часто приходит сюда и флиртует с сотрудницами, потому что им нравится внимание. Самое забавное было то, что его дочь работала там. Я представила, как я кринжевала бы на ее месте, если бы мне было 20 лет, и мой 50-летний папа приходил бы ко мне на работу и флиртовал с моими коллегами, не понимая, что его терпят лишь из-за того, что он приносит деньги в заведение. Отец друга моего сына по школе. Сказал, что в их доме появилась мышь, и его жена попросила его убить ее, но он не любит убивать живых существ, он хочет дружить с ними. Однако его жена настояла на этом, поэтому он начал бросать в мышь ботинком и в конце концов смог попасть в нее. Но она не умерла, поэтому он бросил в нее ботинком еще 4 раза. Но мышь все равно не умерла, поэтому он облил ее кипятком, чтобы убить. Она все еще была жива, и он облил ее кипятком второй раз. Мышь все еще была жива, и он решил оставить ее в покое, чтобы она умерла спокойно. Меня сразил наповал его рассказ о том, что он сначала жалел животное и не хотел убивать, но в итоге медленно замучил до смерти самым мучительным способом. Устроился на новую работу. Пошел на обед с отделом, и сразу с порога этот чел начал рассуждать о том, что в городе ужасный выбор спутниц жизни, потому что все женщины очень некрасивые. Отмечу, что на самом деле у нас полно красивых женщин. Я сразу же сменил тему, и он затем начал хвастаться тем, что он якобы намного умнее всех окружающих. Конечно же, с тех пор я избегаю его. Так ты скорпион? Я сразу догадалась, потому что мы были знакомы с этой девушкой всего пять минут, когда она сказала это. Мы работали над групповым проектом. Мне пришлось общаться с ней большую часть семестра. Это было на занятии по астрономии. Он сказал мне, все женщины-стервы, в том числе и ты, не обижайся. Через две минуты после нашего знакомства. О, так у нас наконец появилась менеджер женского пола. Надеюсь, она не расплачется, как предыдущая. Может быть, она сможет помочь менеджерам мужского пола номер один и номер два стать организованнее. Это сказал мой новый коллега обо мне, будучи не в курсе, что я нахожусь достаточно близко, чтобы все слышать. Больше всех мне запомнилась девушка, которая тогда только устроилась к нам на работу, и на все вопросы отвечала «У меня есть жених». Типа «Привет, меня зовут Билл, ты откуда?» «У меня есть жених». Как будто каждый из нас предложил бы ей перепих в холодильной камере, если бы у нее не было жениха. В 2017 году, когда я был стажером, я часто ездил на работу в одной машине вместе с другими стажерами обоих полов. В первый день девушка спросила у всех, кто сидел в машине, но адресуя именно к парням. «Как вы считаете, кто сексуальнее, Киндал или Кайли Дженнер?» Несколько минут все молчали. Я играл на барабанах и переходил из одной группы в другую, чтобы найти подходящую. Один гитарист, и я никогда не забуду этого, сказал «Не знаю, в чем дело, но киски афроамериканок очень воняют». Это было сказано совершенно из ниоткуда, когда мы обсуждали музыку на репетиции. Больше я его не видел и извиняюсь за то, что повторил его слова. В 2004 году, в первый день пребывания в общежитии колледжа. Первыми словами, с которыми мой новый сосед обратился ко мне после «Привет, меня зовут, имя». «Ты ведь республиканец, не так ли?» Я не хотел создавать проблем в первые же минуты после знакомства, и я в то время не особо увлекался политикой, поэтому я просто сказал «Ага», чтобы сохранить мир. Затем он наклеил на дверь нашей комнаты наклейку «Горды быть республиканцами». Это был не самый лучший год. Я общалась с одной девушкой в колледже, и она отпустила такой комментарий. «Ага, это как когда ты проверяешь своего парня, чтобы убедиться, что он любит тебя». Помню, как я подумала «А ты ведь казалась такой нормальной». У нас появился новый сосед, который первую неделю или две избегал контактов с нами, а затем подошел, когда мы с женой что-то делали во дворе. Он сказал «Моя дама потребовала, чтобы я навестил ее в больнице. Она скоро должна родить нашего ребенка». «Ничего себе, поздравляю», сказал я. «Надеюсь, он не от меня», ответил он. «Ты опоздала, я здесь уже 10 минут». Всего на 5 минут, потому что искала парковку, и я заранее предупредила его об этом. Короче, несколько месяцев назад какой-то парень зашел в нашу группу в Дискорде. Он был другом друга, но он не догадался просто добавить его в наш сервер, а не в наш чат. Мы все вышли на связь, и он первым делом начал отпускать неполиткорректные замечания. Затем отправил очень откровенные снимки и отпустил несколько неприличных замечаний. «Не ожидал встретить человека, который может оскорбить сразу 6 человек на протяжении всего 10 минут». «Экстрасенсы бывают разных уровней. Я сейчас на фиолетовом уровне, поэтому я могу говорить с покойниками», сказала новая сотрудница на моей прежней работе. «Да уж». В школе моей дочери была одна мамочка, которая, казалось, знала всех. Она заговорила со мной и наговорила ужасные вещи о некоторых людях. Через несколько мгновений я увидела, как она говорит очень дружелюбно с теми, кого только что осуждала. Мои глаза закатились так сильно, что повернулись к мозгу, который сказал мне, чтобы я не связывалась с ней. И я была права, потому что к концу учебного года ее подруги возненавидели ее и также обсуждали ее за ее спиной. Когда я познакомился с новым соседом, он представился, затем ткнул себя в грудь и сказал, «Мои родственники говорят, что я как придурок быстрого приготовления, стоит только залить в меня пиво». «Нет уж, мы с тобой не будем приятелями». «Пошел ты к черту, Ирв, ты даже без пива, придурок». Я работал первый день на новой работе, и не прошло и несколько минут после знакомства с одним из новых коллег, как он начал рассказывать о другом коллеге, называя его слабаком, потому что он был вынужден пользоваться ингалятором. Он не знал, что я тоже пользуюсь ингалятором, хотя моя астма была умеренной, и я держал ее под контролем. Забавно, но у коллеги, который обсуждал другого за его спиной, было более одного подбородка, и он сам явно был не в лучшей форме. Я начал работу над диссертацией несколько месяцев назад, и один из распространенных начальных вопросов с аспирантами, которых вы только что встретили, звучит так. «О чем ваша диссертация?» Чувак задал мне этот вопрос, и после описания темы моей диссертации, другой парень говорит очень снисходительным тоном. «О, понятно, а вот моя тема действительно очень важная». Ну, приятель, пошел ты к черту. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании, и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Удачи, пока хотите. Удачи! Удачи! Удачи!